Привет, это Пушка, рубрика про новые научные загадки, открытия, изобретения и идей, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. Словом, о том, что хорошего происходит, когда люди берутся за ум, а не оружие. Как всегда, в ролике несколько тем. Между ними можно переключаться по тайм-кодам. Сегодня будет особенно много и разнообразно. Поймали лазерный сигнал из глубокого космоса. Почему такое не только возможно, но и не редкость? За темными веками последовал рассвет. Как наша вселенная из темной стала светлой, теперь мы можем посмотреть в деталях. Грибы общаются между собой. На что похож их язык? И как ученые составили его первый словарь? Иногда важно не почему мы не спим, а почему мы бодрствуем. Раскрыта одна из загадок сна. И совсем коротко, в теле человека открыли новые клетки. Биологические часы кожи научились перематывать на 30 лет назад. И почему мозгоподобные компьютеры медом не испортишь? А напоследок загадка. Когда проигрывает тот, кто начинает первым? Регулярно появляются новости о загадочных сигналах из глубокого космоса, которые удалось поймать радиотелескопами. Трудно поверить, но заголовки в таких случаях не врут. Приборы в самом деле фиксируют сигналы, а источник до конца неизвестен. О природе самых загадочных из них для исследователей я немного рассказывал вот в этом ролике в ноябре. Тогда стало широко известно о целой серии быстрых радиовсплесков. Они выглядят как отдельные резкие всполухи на графике. Их открыли в 2007 году, после чего не могли засечь годами, а тут вдруг как прорвало. Существует больше 20 научных гипотез и теорий, которые объясняют, что это такое и откуда прилетает. Самые убедительные, на мой взгляд, это слияние белых карликов или массивные нейтронные звезды. Как грустно шутит астрофизик Сергей Попов, если нам и шлет сигналы какая-то сверхразвитая цивилизация, то совершенно точно она неразумная. В общем, я был уверен, что новости про сигналы из космоса уже не могут меня удивить, пока не вышло это исследование. Ученые уловили свет сверхмощного лазера из глубокого космоса. В таком духе кричали заголовки околонаучных изданий. В самой же работе астрономов говорилось об удивительном, но все же хорошо изученном явлении, которое впервые удалось зафиксировать на таком расстоянии от нас. 5 миллиардов световых лет. Оно называется мегамазер. То есть это сверхмощный лазер, который излучает не свет, а радиоволны. По научным говоря, электромагнитное излучение не в видимом спектре, а в радиодиапазоне. Интересно, что человечество изобрело мазеры еще в середине прошлого века. Они выглядели так и за их создание дали Нобелевскую премию. А спустя только 10 лет, в 60-х, собрали первый лазер. Это он и его более совершенные модели. И тут во весь рост встает резонный вопрос. Откуда в космосе в 5 миллиардах световых лет от нас взялся мазер? Его тоже кто-то собрал, направил в нашу сторону и включил, получается? Разобраться поможет эта спиральная галактика, Месье 106. У нее в центре не просто черные дыра, а сверхмассивная и активно растущая черная дыра, которая вращается. Если вы посмотрите на нее в радиодиапазоне, то увидите сильнейшее излучение. В инфракрасном так вообще горит от и до. А в видимом спектре ослепительно сияет. Ее черная дра стягивает к себе облака газа и пыли. Молекулам тесно, давление растет, и материя нагревается до 1000 градусов и начинает светиться. Это излучение, а по сути свечение, пронизывает облака еще не столь разогретого газа, в основном водорода. И дальше, как объясняет астрофизик доктор Бекки Смитерст, может происходить две вещи. Первое ученые называют спонтанным излучением или испусканием. Энергия извне заставляет электрон перескочить на энергетический уровень повыше. Но это для него чужбина, и ему очень надо вернуться к привычной жизни. Так что через некоторое время он произвольно соскочит обратно. А для этого избавится от излишка энергии, и тогда атом испустит свет. Когда мы видим свет галактик, туманности, звезд, вот это он и есть. От этих скачков электронов домой внутри атомов. То есть от спонтанного испускания. Но все может пойти иначе, когда мощная энергия пронизывает облако космического газа. Если облучение настолько сильное, что охвачено больше, чем половина атомов, это означает, что у них все электроны выпрыгивают со своих мест повыше. Получается целое заряженное по полной облако. Но энергия продолжает пребывать, рентгены или фотоны. И тут, без того уже не на своем месте электроны получают новый энергетический пинок. Тогда они не произвольно, когда хотят и как привыкли, а тут же слетают на привычный уровень пониже и спускают энергию в виде света. А вот здесь внимание, длина волны у этого света из-за экстренности. Такая же, как у того света, который только что дал совсем уж лишний пинок. И что еще важнее, сохраняется направление. То есть атом работает уже как природная копировальная машина. Он множит фотоны. Не забывайте, что это же происходит с триллионами-триллионами атомов в облаке в этот же самый момент. И мы получаем самый настоящий космический сверхмощный лазер. Или в случае с новым исследованием, мазер. Потому что усиливаются и излучаются радиоволны. А мега, потому что он в сотни раз ярче всего, что мы видим у нас в вечном пути. Словом, это природное явление, а не искусственное. А мы его открыли у себя на Земле и приручили до того, как обнаружили в диком космосе. Добрая ирония состоит в том, что мазеры стали использовать в основном в радиотелескопах и в системах связи на космических станциях, отправляемых в дальний космос. А вот природные астрофизические мазеры мы используем как маяки для решения одной из важнейших задач для понимания всего, что происходит со Вселенной. Для точного вычисления дистанций. С этим-то как раз пока не очень. Сейчас до той же Месье-106 от нас расстояние оценивается в 20-25 миллионов световых лет. В зависимости от того, какую модель Вселенной вы используете. В новом же исследовании удалось засечь мегамазер, особенно яркий маяк, в рекордных для таких объектов 5 миллиардах световых лет от нас. Хотя радуются авторы больше всего другому обстоятельству. Открытие сделано в первую же ночь поисков. Радиотелескоп Меркад в Южной Африке едва начал наблюдение в рамках этого проекта, как вот «пожалуйста». Что будет дальше, остается только предвкушать. В это время теоретики от астрофизики из МАЙТИ тоже не скучали. Они показали, как выглядела Вселенная, когда известные нам законы физики наконец разрешили «да будет свет». И закончилась эпоха, которая в космологии официально называется «темные века». Мы привыкли на всевозможных анимациях видеть, что Большой Взрыв — это вспышка, все начинает заливаться светом и красиво так сиять и переливаться. Но технически это не могло быть так, потому что мы не могли бы смотреть на это со стороны, ведь любая сторона, само пространство и время, сама Вселенная возникали там, внутри. И там было горячо, как пишет астрофизик Итан Зигель, Вселенную на этой стадии горячего Большого Взрыва наполняли все формы энергии — фотоны, материи, антиматерии и огромное количество частиц, многие из которых мы все еще даже не знаем. Внутри было настолько тесно, что не могли образоваться даже атомы. Было теснее и горячее, чем внутри Атомного Взрыва. Но с расширением Вселенной становилось просторнее, а потому прохладнее. В итоге появляются первые атомные ядра из протонов и нейтронов. Их не расщепляют соседи по этой вселенской коммуналке и образуются нейтральные атомы, чьи электроны не выселяются со своих орбиталей и залетными частицами. Наступает момент, когда Вселенная начинает становиться прозрачной. То есть фотоны, наконец, могут лететь свободно и куда угодно, и как хотят, и не влетать на полном ходу в электроны и рассеиваться с концами. Тогда еще не такая уж большая Вселенная по современным меркам наполняется светом. Этот период астрофизики называют космическим рассветом. Его-то и показалась недоступной раньше детализацией новая симуляция, которую выполнили на одном из самых мощных суперкомпьютеров нашего времени. Проект назвали Тизана или Фесана в честь богини утренней зари Уэтрусков, одной из самых загадочных погибших цивилизаций Евразии. Очень важно, что это результат вычисления, а не плод воображения художника. Хотя может показаться, что мы так и не узнаем, как же оно было на самом деле. Ведь эксперимент в лаборатории по зарождению Вселенной мы все еще поставить не можем, но мы можем попытаться заглянуть в те времена. Не случайно симуляцию провели именно сейчас. Всего несколько месяцев остается до запуска в работу телескопа имени Джеймса Уэбба. Его инструменты позволяют нам увидеть настолько глубокий космос, что там мы сможем рассмотреть, что происходило около 300 тысяч лет после Большого Взрыва. И тогда мы увиденное сможем сравнить с моделью космического рассвета. А нестыковки, если они будут, выявят проблемы либо в вычислениях, либо в нашем понимании того, что тогда происходило со Вселенной. В общем, сплошная интрига. Друзья, спасибо всем, кто, несмотря ни на что, поддерживает Сайван. В последнее время в комментариях и личных сообщениях меня спрашивают, а есть ли какая-то альтернативная возможность поддерживать именно на территории России, поскольку международные сервисы теперь просто недоступны. Есть, отвечаю я. Еще пару лет назад я зарегистрировал аккаунт на Boosty. Это платформа от создателей проекта Donation Alerts, который в свое время помог вырасти очень многим теперь уже известным блогерам, фотографам, писателям, музыкантам и дизайнерам. Теперь еще появился и Boosty, сервис с новыми возможностями. Он позволяет подписчикам отправлять регулярные или разовые донаты авторам, чье творчество ценят больше всего. Из тех, кого ценю я, на Boosty есть, например, Дмитрий Чернышов, Денис Чужой, Чилик и Red Room, а это страница с iOne. Авторы могут выпускать эксклюзивный контент, доступный только здесь и только для подписчиков. Посты, фото, видео. У Boosty даже есть свой видеоплеер, например. А недавно они запустили функцию закрытых стримов. Но я не люблю пейволы, поэтому вместо закрытого контента лучше буду, как и раньше, публиковать имена всех, кто поддерживал и поддерживает с iOne в роликах и в описании под ними. Вообще Boosty предлагает много способов получать вознаграждение за свое творчество. Помимо настраиваемых подписок на сервис, есть еще и реферальная программа. За каждого приведенного на платформу друга получаешь 5% от его дохода. Но не за счет, конечно, друга. Эти 5% Boosty платит вам от себя. Радует и комиссия. В обычное время она равна 10%, и это ниже, чем у других платформ. А прямо сейчас и до 14 апреля она вовсе нулевая. Так создатели сервиса решили поддержать авторов в непростые времена. Это отличный повод попробовать Boosty именно сейчас. Словом, если вы автор и задумываетесь о дополнительной поддержке своего творчества, то присмотритесь к Boosty. А кто захочет и сможет поддержать с iOne, спасибо. Ссылку я оставлю под роликом. Я иногда думаю, что понять самое важное про любые возможные формы жизни на других планетах мы сможем по-настоящему, только изучая то, что видим у себя дома. Но есть ли у нас шанс понять новое, если столкнемся с тем, что прежде не встречали или даже не представляли себе? Ведь нам так сложно выйти за пределы уже привычного и понятного нам. Мы привыкли, что 80 градусов по Цельсию это предел для выживания микроорганизмов, не говоря уж о существах посложнее и температуре кипящей воды. Но вот экспедиция ученых из девяти стран в Тихом океане обнаружила организмы, которые существуют при 120 градусах по Цельсию, не просто могут выдерживать какое-то время, а живут так. Дом этих экстремофилов оказался в Нанкайском жёлобе, в падине у берегов Японии. Но не в воде, а там, где снизу постучали, на глубине больше километра ниже уровня океанического дна. Это места большой вулканической активности, так что там жара. Но как могут клетки выдерживать её, если ключевые элементы клеток, аминокислоты, распадаются уже при 45 градусах? Значит, какая-то особая броня получается есть? Нет, оказалось, что они используют пусть и затратный, но работающий способ чинить свои аминокислоты с помощью ферментов. А чтобы латать себя быстрее, чем ад вокруг тебя сварит заживо, действовать приходится очень быстро, так что у них очень быстрый обмен веществ. Но это всё равно вполне укладывается в наше представление о том, как устроены организмы. Это похоже на всё, что мы видели прежде. Точно так мы привыкли, что для обмена информацией нужен язык или его подобие, то есть система, с помощью которой кодируется информация. Мы действительно находим разные системы коммуникации у живых организмов. Мой любимый – это танцы медоносных пчёл. Гениальный этолог Карл фон Фриш еще в 20 веке открыл и доказал, что они передают друг другу информацию, например, угол между расположением пищи и солнцем. В зависимости от расстояния до корма у движений танцующей пчелы может меняться 11 параметров – количество вилений брюшком, продолжительность темпа, длительность звуковых сигналов, в общем, что угодно. Поэтому достаточно одной удачливой разведчице найти сочный цветок, как она докладывает координаты остальным. И все все сразу понимают – стоит ли удивляться, что теперь ученые всерьез обсуждают, есть ли подобие языка у грибов, особенно если они вовсе не ленины. Что грибы передают электрические сигналы по гифам, длинным, пролегающим под землю нитевидным отросткам, догадывались давно. Стоит грибу, который любит жить на дереве, дотянуться до растения, как по клеточному кабелю начинают идти импульсы. Это напоминает то, как активируются нейроны нашего мозга. В гифах наблюдают буквально пульсацию электрическую, словно в нейронной сети. Но есть ли в таком потоке грибыных сигналов что-то от языка, каким мы его знаем, или это малоинформативный поток импульсов, работающих не сложнее, чем сирена? И может тогда аналогия с нашим мозгом и языком тут только создает ложные образы? Гипотеза, не спорю, странная, но проверить ее решил человек, который умеет заниматься странным всерьез – Эндрю Адаманский, профессор компьютерных наук из Университета Западной Англии. Вы наверняка слышали о его знаменитом исследовании со слезевиками – грибоподобными одноклеточными организмами. Для них разложили на блюде еду, а им надо было лишь построить путь сообщений между разными источниками питания. Ученые расположили точки, повторяя положение станции токийской железной дороги. Так вот, безмозглый слезевик сначала накатил на все доступное пространство, а затем в нем отстроил сеть каналов, как лучшие проектировщики-урбанисты Японии, наиболее оптимальным способом и тем самым воспроизвел реальную ЖД-схему столицы. Профессор исходил лишь из того, что одноклеточный будет пытаться не тратить лишние энергии, для чего будет искать самые экономные пути для подачи питания из источников еды. В этот раз профессор тоже был весьма рационален. Он исходил не из предположения, что грибы разумны и им тоже хочется общаться, а из того, что грибам с их огромными сетями было бы полезно как-то поддерживать целостность системы. Для этого-то разные ее части могли бы обмениваться между собой информацией о происходящем вокруг и внутри нее. Тем более, мы уже хорошо знаем, что живые организмы самых разных классов, семейств и видов имеют много общего в том, как обрабатывают информацию. В общем, Адаматский взял и рассадил четыре разных вида грибов, а электроды подключил к клубкам гиф, весьма условно они напоминают мозг, эдакий пучок из переплетающихся и ветвящихся нитевидных отростков. Этот клубок называют еще мицелием. Ученый с коллегами детально фиксировал электрическую активность этих грибных как бы нейронов и обнаружил, что в сигналах есть закономерности, паттерны. Многие импульсы не разрознены, а образуют цепочки, как если бы из букв составлялись слова. Поэтому исследователи не буквально, а условно называют такие цепочки словами. Всего в как бы словаре насчитали до 50 слов. Сам Адаматский считает, что, конечно, говорить о языке у грибов рановато. Такие электрические последовательности могут быть результатом роста нитей мицелием. Ну, кончики просто положительно заряжены и, проходя через электроды, они выдают всплеск разницы потенциалов. Но что точно уже можно сказать, это что всплески не случайны. И идея копнуть теперь основательнее уже звучит не так безумно, как еще до этого исследования. Хотя, последние 15 лет активно развивается довольно провокационная, но пока весьма научная теория о том, что своя нервная система есть у растений. Просто мы ее не так понимаем, ведь мы считаем, что она может быть только по образу и подобию той, что у животных – нейроны, синапсы и так далее. В конце прошлого года вышли две большие научные статьи, которые предлагают считать нервную систему флоэму, проводящую ткань сосудистых растений. Ведь она может проводить электрические сигналы на большие расстояния и работать, как наши нервы. Так говорят авторы. И ученые спорят. Про эту теорию и ее критику есть хороший разбор на нейроновостях. Все ссылки, как всегда, в описании. На самом деле идеи впервые обосновали в середине нулевых. Тогда ботаник Франтишек Балушка впервые написал об аналоге синапсов у растений. А биолог Эрик Бреннер с коллегами ввел термин «нейробиология растений» и описал передачу электрических сигналов на дальние расстояния. А еще они показали, как там передаются растительные гормоны и те же химические соединения, которые у животных играют роль нейромедиаторов. Но пока эту теорию поддерживает совсем немного ученых. Что не мешает при желании сесть под яблоню или дуб и поделиться с ними всем, что накипело. Или наоборот, чем-то хорошим. Главное самим не черстветь, а дерево точно стерпит. Пару лет назад нейробиологи открыли группу нейронов, которые позволяют нам бодрствовать. Это переворачивало с ног на голову некоторые наши представления о мозге. Например, считалось, что пожилые люди с болезнью Альцгеймера сонливы из-за проблем со сном, поэтому днем они быстро устают и легко могут задремать. Так вот, оказалось, что проблема не в том, что они засыпают, а в том, что с атрофией мозга гибелью клеток становится нечем поддерживать бодрствование. А значит, надо заниматься не столько ночным сном, сколько спасением столь нужных нам дневных клеток. И вот они снова удивили ученых. В новом исследовании нейробиологи пошли дальше. Они сравнили работу здорового мозга с тем, что происходит при Альцгеймере и синдроме с тела Ричардсона-Альшевского. Это один из видов статчевской деменции, при котором люди могут вообще не спать месяцами и годами. Работали с пациентами в клинике Сан-Франциско, так что делали много и долго ЭЭГ при жизни, а многие добровольцы даже разрешили проводить и посмертные анализы. В итоге нейробиологи собрали редкий набор данных. Вот такая была активность мозга при жизни, а вот те самые клетки и что с ними происходило на молекулярном уровне. То есть буквально забрались внутрь. Важно было понять, а что же происходит в этих клетках с уровнем двух типов белков, которые связывают с основными процессами деградации мозга – бета-амилоидами и тау-белками. Множество исследований показалось, что именно бета-амилоиды нарушают процессы критические для нормального сна. Пока мы бодрствуем, они накапливаются, а когда спим активно вымываются из нашего мозга. Поэтому ученые были уверены, что уровень этих белков должен зашкаливать у пациентов, лишенных сна из-за синдрома стила. Но оказалось, что у больных проблемы с тау-белками. Они не работают как должны. Это они в норме сообщают нейронам бодрствования, что пора бы отключиться и дать человеку отдохнуть, чего в итоге не происходит днями, неделями и месяцами. Все это время человек остается без сна, а его мозг буквально распадается. Это означает, что врачам нужно будет пересмотреть подход к таким пациентам и их проблемам со сном. Но если проблема на клеточном уровне, сделать пока можно не так уж много, как если проблема в ваших отношениях со сном. Я много лет работал в ночные смены, потом просто по привычке крал время у сна, чтобы позаниматься чем-то другим, например, с Айваном, когда мы его запускали. Ну, пока здоровье не начало мстить. Долго не удается уснуть, тяжело просыпаешься, хотя я должен был выспаться, по ночам пробуждаешься, а днем нет сил и сонливость не отпускает – это все верные признаки того, что сном пора заняться всерьез. Хороший вариант – обратиться к врачу-сомнологу, но в вашем городе может такого просто не оказаться. А если есть, то как его найти? Отыскать профи и более популярных специализаций, та еще – головная боль. Да и очень дорогое удовольствие. Можно, конечно, попытаться самому себе помочь, изучить, что современная наука знает и попытаться конвертировать, что вы читаете, в план действий, но это скользкая дорожка. Вокруг сна слишком много мифов и заблуждений. Еще один вариант – это использовать уже готовый системный подход по улучшению и оздоровлению сна. И тут помогает гениальная, я считаю, задумка создателей телеграм-бота Слипи. Он работает как персональный тренер по сну. Весь путь построен как квест. Ты не просто постепенно погружаешься в какие-то игровые условности, а на деле выполняешь несложные действия, помогающие улучшить сон, дыхательные техники, ментальные упражнения. Но и попутно узнаешь все больше о природе сна. Что важно, всегда можно задать вопрос настоящему сомнологу. Специалисты отсеяли более 250 самых надежных научных исследований о проблемах сна и их решениях. Со Слипи занимается уже больше 30 000 человек и многие чувствуют улучшение в первой неделе. Но опыт показывает, что важны не столько первые успехи, сколько постоянство. Слипи очень приятно, сделан ненавязчиво и занятия с ним расслабляют, так что не приходится заставлять себя продолжать, а это очень важно для долгосрочного улучшения сна. Если проблема со сном вас беспокоит, не откладывайте, пока не стало хуже. Ваши ощущения от жизни, настроения, силы, все, что он называет качеством жизни, стоит того, чтобы заняться сном уже сейчас. Не запускайте, как это делал я. Посмотрите сами, на что способен Слипи. Если вам подойдет, не забудьте о скидке на полную версию. Для первых 300, перешедших по ссылке в описании под роликом, минус 65%. Берегите себя. А теперь внутри пушки мини-рубрика про небольшие, но занимательные события. Коротко, поэтому называла ее когда-то тропушкой, но, кажется, уместнее называть все-таки ухтышкой. Да, как бы то ни было. Итак, вот. Компьютеры, устроенные наподобие нашего мозга, могут работать на меде. Инженеры показали, как можно собрать с помощью сладости штуки, способные имитировать работу человеческих синапсов. Мемористоры. Это как транзисторы, но они умеют не только делать вычисления, а еще и хранить данные. Если собрать побольше и заставить их работать сообща, мы получим нейроморфный процессор, более быстрый и экономный, чем традиционный кремниевый, если учитывать, сколько энергии тратится на работу мозгоподобного такого устройства. Инженеры перевели мед в твердую форму и поместили между двумя металлическими электродами, то есть он стал медиатором. В итоге получился искусственный синапс с очень высокой скоростью включения и выключения. Мед оказался хорош еще и тем, что в нем очень мало воды и бактерии в нем не любят размножаться. Словом, сладкие грезы о нейроморфных компьютерах сбываются самым приятным образом. Редкое событие. В теле человека обнаружили неизвестный прежде вид клеток. Скрывались они от нас, а вернее мы все не замечали их, в бронхиолах, конечных ветвях бронхиального дерева легкого. Эти клетки очень похожи на стволовые, тоже могут очень гибко трансформироваться в нечто другое, новое. Вот они-то, как выяснилось, собой ремонтируют альвеолы, заменяют поврежденные клетки в этих пузырьках, благодаря которым мы можем дышать, то есть обменивать кислород на углекислый газ. Это очень важное исследование, потому что каждый год от проблем с дыханием умирает в мире около трех миллионов человек. Биологи из Кембриджа научились за 13 дней омолаживать кожу на 30 лет, если под возрастом мы понимаем ухудшение способности клеток работать как раньше. И самое забавное, что до конца они не понимают, как это получается, хотя в основе методы, которые придумали и обкатывали еще с начала 90-х. С их помощью планировали, например, овечку Доли. Доработанная технология теперь позволяет превращать обычные клетки, взятые у вас, в стволовые, то есть способные развиваться в любые другие – нейроны, волосы и так далее. Вот и сейчас взяли образцы у женщины 53-х лет, стареющие клетки кожи все меньше вырабатывают коллагена. Провели процедуру, измерили, а клетки стали вырабатывать, будто они у добровольца, которому 23 года, сравнивали с контрольной группой. Освежить свою красоту эта технология пока не поможет, зато очень даже пригодится, чтобы справляться с некоторыми возрастными болезнями. А теперь загадки. Я люблю на досуге почитать журнал Quantum Magazine. Там математик-колумнист Прадиб Муталик неожиданно напомнил мне о моей любви детства – шахматах. И заодно, как так получается, что тот, кто начинает войну, проигрывает ее? Вот простой пример. Кто делает в этой ситуации первый ход, тот лишь себе сделает хуже. В шахматах это называется цукцванг. И вот сама загадка для разминки. Это момент из партии легендарного чемпиона мира Бобби Фишера. Сейчас должны сделать ход черные, но они в цукцванге и определенно проиграют. Сможете ли вы объяснить, почему? Когда на доске остается немного фигур, все уже более-менее очевидно. Но неминуемое скатывание могло начаться задолго до этого. Просто игрок этого не видел из-за множества фигур и выходов из ситуации, которые были лишь иллюзией. А теперь можно и кое-что посложнее. Вам нужно использовать цукцванг, чтобы получить побольше пиццы. Вы с другом делите ее. Он отрезает первый кусок, а вы следом за ним. Вы с ним можете сделать любое количество отрезков. Ну, не обязательно они должны быть равного размера. Нарезали. Ваш друг выбирает в первом кусок, причем любой какой захочет. Затем берете вы. Но тут важное условие. Только один из кусков, который выходит уже к разобранной части. Не изнутри. И вы делаете ходы по очереди. Каждый хочет, чтобы ему досталось побольше пиццы. Это тоже важно помнить. Итак, вопрос. А вернее два. Как разрезать пиццу так, чтобы после того, как все куски вы вдвоем разберете, именно у вас оказалось их больше, чем у друга? Посчитайте, сколько минимально вам нужно для этого кусков и заодно, какой размер, относительно размер, не в сантиметрах, у каждого кусочка должен быть в таком случае. И второй вопрос. Какую самую большую долю пиццы вы сможете заполучить? Приятно поломать голову. Мира всем нам. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok